Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И сегодня у меня продолжение серии SAP on Azure. Видео про SAP on Azure, а именно SAP Deployment Automation Framework. Что это такое, как оно работает, зачем это нужно. Я уже рассказывал в двух частях предыдущих. Найдете внизу в описании к видео в всплывающих аннотациях и в конце видео соответствующие ссылочки. В любом случае я планировал записать одно коротенькое видео. Но, как вы видите, пришлось растянуть это на три. И надеюсь, что это уже финальное видео, которое я сейчас буду снимать. Все будет работать, все будет отлично. Мы все это увидим. И напомню, что меня зовут Игорь Шаститко. Я являюсь Microsoft MVP по Azure. Здесь вы видите мои предыдущие работы, позиции и так далее. В настоящий момент я вольный консультант на проекте, который веду уже практически год в большой транснациональной компании американской. И где мы развертываем, я и моя команда молодых реформаторов, развертываем сотни тысяч машин под SAP разных сценариев и так далее. Почему сотни и тысячи? Потому что развертывается не просто там SAP и все это развертывается. Например, ECC Dev, ECC QA, ECC Prod. ECC Prod одних машин, которые application, это уже 24 штуки сразу. Там еще веб-диспатчеры 4 штуки, там еще SCS и ERS 2 штуки, там еще базы данных хановские 2 штуки. Но вот в целом уже 30 накопилось. Если считать еще всякие сопроводительные моменты типа iSCSI и прочего, то их становится все больше, больше и больше имеют виртуальных машин. И представьте, что таких окружений для каждого типа, да, то есть как бы надо развернуть по 15. То есть 15, имеется в виду один ECC, потом BW, потом SRM, потом Redwood, Solman и прочее. Ну, для Solman, понятно, меньше надо или для SRM. Но в любом случае это десятки машин в каждом этом, а если их 15, то на минуточку среднее количество машин около 300, которые надо развернуть в одном присесте, допустим, для продакшена. Есть еще regression, есть еще DR и прочее. То есть поэтому трудимся, не покладая рук. И опять же, да, потом начинается другое приложение с IP, а не то, которое мы предыдущие развертывали, то есть для другого региона и так далее. Поэтому мы используем для работы то, что называется SAP, Deployment Automation Framework от Microsoft, которое в открытом коде, в открытом доступе. Вы можете использовать его для себя. Я про фреймворк уже много рассказывал. Опять же, напомню, что у меня в видео на канале, найдете ссылочки там внизу, или сейчас там вот тут всплывают вверху или здесь, да, то есть как бы всплывают аннотации, загляните в описание, там все есть, посмотрите. Так вот, да, SAP Deployment Automation Framework позволяет вам просто описать при помощи файлов конфигурации, которые очень простые, вам не надо вдаваться в технические детали, вам нужно вдаваться только в окружение. Сколько таких машин будет, сколько таких, какого они типа, я имею в виду, например, дейтабейс Хана или еще чего-то, и оно строит. Вот сначала оно строит при помощи Terraform, а потом оно строит при помощи Ansible. Всем этим управляет контроллер, специальная виртуальная машина или несколько виртуальных машин. У нас их, например, четыре, потому что постоянно что-то стоит в очереди и очень напрягает, когда надо ждать еще и очереди, кроме того, чтобы запускать. Я рассказывал про преимущества. Одно из очень важных преимуществ – это то, что применяются все последние рекомендации, да, best practices и от Microsoft и от SAP, то есть как нужно билдить такую инфраструктуру, какие параметры, где, какая конструкция инфраструктуры вообще. Да, это открытый код, вы можете его менять, что мы делаем постоянно. Я уже показывал, там очень много чего изменено по отношению к предыдущей системе. Ну и опять же, да, то есть как бы сокращение, существенное сокращение человеческих ошибок, то есть если кто-то там развертывать вручную или делать какие-то операции вручную, можно забыть, можно пропустить. Здесь такого не бывает. Пайплайн есть, ты написал параметры. Если параметры не сходятся, кажется, ошибка. Ну, не, ну, бывают ошибки в путях и так далее, вместо того, что заказчик хочет, будут другие пути. Но это тоже проверяется, и я сейчас расскажу как раз как. Напомню, что SAP Deployment Frameworks имеет пять пайплайнов. Из них три вы будете активно юзать, если будете использовать SAP Deployment Automation Framework. Первый развертывает, тут на предыдущем шаге, первый развертывает, собственно говоря, Deployer VM. Конфигурирует их так, как нужно, чтобы там были и Terraform и все остальное. Подключает к DevOps. Все работает через DevOps, понятно. Azure DevOps. Вот. Второй пайплайн. Рассматривая конфигурации, строит инфраструктуру. Что надо, какие параметры, где, что и как. Это все там, это все развертывается, это все конфигурируется и тому подобное. Тот же ANF, другие файловые системы, iSCSI, если это требуется для кластеров и прочее, прочее. Ну и далее, опять же, да, эти кейволты, где хранятся все секреты и так далее. Ну и, опять же, да, создание виртуальных машин. Что это, где это, как это работает и тому подобное. Все это там же, все это работает. Сможете посмотреть, сможете разобраться. Какие виртуальные машины, что надо, это все было в предыдущих видео. Опять же, смотрите внизу в ссылочке. Если вы хотите сразу поставить SIP, код я имею в виду, со всеми настройками, если вы правильно определили все SID и прочее, можно SAP ID, да. Можно развернуть и это дело, если у вас есть Bill of Material, либо воспользоваться стандартным. То есть оно дает указания системе, что откуда качать, закачивает, раскладывает по хранилищам и прочее. И Pipeline 5. Это как раз то, о чем мы сегодня поговорим или в этом видео поговорим, потому что я все снимаю с перерывами на обед и так далее. В Пайплайн 2 построение через Terraform систем инфраструктуры мы уже сделали. В Пайплайн 3 построение виртуальных машин через Terraform и через Terraform файл мы уже сделали. И важная часть Пайплайн 3, чтобы вы не забывали, это конфигурирование того, что называется Ansible файлами для следующего шага, то есть Пайплайн 5. Ну и что делает Пайплайн 5? Он смотрит, во-первых, он сделан на Ansible, то есть деплоер будет подгружать Ansible-овские вещи, Ansible-овские рамбуки и запускать их относительно машин. Это все, все конфигурации Ansible-овские, переменные и прочее, да, HostWars, GroupWars и тому подобное лежат уже сейчас генерированные при помощи предыдущего третьего Пайплайна. И что будет происходить? Мы можем сконфигурировать базовые операционные системы, мы можем сконфигурировать SAP конфигурации, то есть настройка операционной системы для работы с SAP, все требуемые параметры и прочее. Мы настроим для SBD iSCSI сервер, мы его запустили, значит, он у нас готов и будет настроен. Мы настроим iSCSI клиентов и подключим их к таргетам, то есть это не просто настройка iSCSI сервера, это вопрос создания необходимых таргетов, да, внутри iSCSI сервера. А клиенты будут замеплены на соответствующие iSCSI, после чего запустим Pacemaker, который сконфигурирует конфигурацию базовую по требованиям Microsoft для iSCSI и ERS и DB уровня, да, там все будет готово, все основные вещи типа мониторинга прописаны, а дальше, если требуется, уже устанавливается программное обеспечение и уже поверх него там конфигурируются дополнительные шаги кластера. Это все, что вам нужно знать о Pipeline 5. В принципе, ее можно запустить и сразу, да. Но если запущенная Pipeline 4 было, да, то можно после него запустить и установку. Выглядит Pipeline 5. Как же выглядит-то Pipeline 5? Сейчас мы найдем Pipeline 5. Где она у нас? Вот она у нас. Это предыдущая Pipeline 3 завершила свою работу 10 минут, кстати, после предыдущего крэша. И Pipeline 5, обратите, у меня здесь называется Pipeline 4 в демо, потому что мы не запускаем никогда в демо SAP установку. Если посмотреть сюда, обратите внимание, что происходит. Конфигурируется базовая операционная система, конфигурируются параметры для SAP, конфигурируется как базовая система iSCSI, то есть безопасность, прочие параметры. iSCSI Server Configuration. Это именно то, что я говорил, создание таргетов и так далее на iSCSI Target Demone, сервисе, да, подключение iSCSI клиентов и конфигурирование SBD, Pacemaker, и дальше, если запущен Pipeline 4 был, можно установить весь перечень SAP приложений, исходя из тех скриптов, которые там были заранее подгружены, или BOM, который был заранее подгружен. И вот, обратите внимание, здесь некоторые BOM-ы by default внутри присутствуют. Их, опять же, Microsoft обновляет, но поскольку мы не пользуемся ими, то мы и не обновляем. Да, так вот, перед тем, как запустить, или давайте, может быть, запустим, обычно запускается вот таким вот образом, чтобы убедиться, что все сконфигурировалось, и это будет продолжаться примерно в течение часа. 30 минут, ладно, 35, но для больших систем и час бывает по времени. Почему? Потому что, допустим, Core Server Configuration зависит от того, опять же, канала, как настроена сетевая инфраструктура, есть ли прямой доступ в интернет, или она идет через хабы. Ну, то есть, как бы, масса параметров со скоростью работы и прочим, прочим, прочим. Плюс, опять же, да, там куча сервисов прописывается, куча обычно еще плагинов прописывается для работы и так далее, да. Все это здесь происходит, да, внутри операционной системы, и чего не запускаемся. Is running as a request? Смешно. Кто-то занял мою систему. А кто же занял мою систему? Давайте посмотрим, где же мои агент-пулы. Какой из них, по-моему, дефолт, не? А, вот он. Джоб. Стоп, это был я. А, waiting time. И в чем прикол? Интересно. Почему стоим в очереди? Давайте посмотрим на агента. Ага. Агент оффлайн. А кто его отправил в оффлайн? Я чего-то не понял. Кто его отправил в оффлайн? Я его вроде не келял. Виртуал машин. Есть такая. А, он застопленный. Интересно. Ну, давайте запустим. А заодно посмотрим activity log. С чего это вдруг? Delocate. О, какая-то автоматическая функция. Тебя кто-то просил? Что называется? Отправлять машину в оффлайн. Никто не просил. В любом случае. Оставим это на совести системы. Это у меня, опять же, сэндбокс. Интересно, какими вещами. О, онлайн. Уже онлайн. Уже, значит, может отвечать. Давайте глянем на пайплайнчик наш. Ага, пошел. Работает. Сейчас validation быстренько пробежится. Не пробежится. Опять конселинг сигнал. С какой стати вы шатдауните мою систему? Кто вас просит шатдаунить мою систему? Слышите? С чего вы решили, что мне не надо работать? Это, опять же, демоокружение. А, ладно. Запустим. Снова. Может быть, где-то в тегах прописано. ВМ шатдаун. Тегс. Идит. Шо шестнадцать. Вот шо шестнадцать. Двадцать два. Сейф. То есть, типа, где-то есть функция, которая в шестнадцать ноль ноль зашатдаунила все машины. А, погодите. Если она зашатдаунила мне все машины, то она мне зашатдаунила и машины, которые демо. Давайте посмотрим. Точно. Так, я сейчас разберусь и вернусь с демо дальше. Итак, перезапуск пайплайна помог. Вернее, перезапуск всех виртуальных машин. Ну и перезапуск пайплайна помог. Теперь нужно следить за тем, чтобы их никто просто так не остановил после этого. Ну, вроде как все работает. Вроде как. Давайте перейдем к виртуальным машинам. Все на месте. И все в порядке. Те виртуальные машины, которые относятся к моей демо, к моему демо, да, к моей работе. Сейчас все работает нормально. И сейчас пайплайн начнет грузить все это дело, да, настраивать все машины. И так далее. Сейчас оно проверит параметры. Собственно говоря, все ли правильно работает. И дальше пойдет один за другим. Операционная система, iSCSI, SAP параметры, iSCSI сервер, iSCSI клиент конфигурейшн для работы SBD устройства. Как я уже говорил, это может занимать достаточно много времени. Поэтому давайте вернемся пока к нашему репозиторию, к нашему конфигурационному файлу. Я уже говорил, что система генерирует в процессе пайплайн 3, генерирует для пайплайн 5 все необходимые хост файлы, все необходимые параметры. Вот он, YAML параметр, который описывает именно то, что должно быть развернуто с точки зрения SAP, как вы видите. Здесь у нас описание именно для SAP инфраструктуры. Здесь у нас описание хостов для Ansible. как вы видите здесь все группы есть. Некоторые группы задвоенные, как я говорю, то есть дублируются. Например, GPD Web два хоста и далее GPD Web A и GPD Web B. Почему? Потому что в некоторых случаях нам нужно, чтобы разные файловые системы были на разных машинах внутри одного тира. Это опять же глубокая модификация фреймворка. Базовый фреймворк такого не умеет и не делает. Но здесь, как вы видите, есть GPD A и GPD B. Почему? Потому что это относится к первому хосту, это относится ко второму хосту. По определенной логике система разбивает это все. Или если оно общее, то кладет сюда общие вещи. То есть в DB как в общем находятся общие permissions, общие юзеры, которые применимы к любым системам. То же самое и с вебом. В вебе есть общие юзеры, а вот mounts, которые отличаются 1-1, вы видите, и здесь 2-2-2. То есть вот они соответственно разделены. И сейчас все эти параметры будут применены, кроме того, что будут применены стандартные параметры для работы. Ну и в all находятся additional package, которые необходимо установить. это то, что нужно для работы служб поддержки или для работы, например, тестирования FIO. Я имею в виду перформанс тестирования. А здесь вы видите, например, mount, который монтирует ту самую файловую шару, требуемую для работы системы в целом. таким образом нам остается только подождать и инфраструктура уже будет настроена. Здесь даже уже показать нечего будет. А, кстати, хотел показать, обратите внимание, поскольку ANF может работать с несколькими IP-адресами, то если вы сейчас посмотрите, например, более наглядно наверное будет DB mounts. Смотрите, здесь идет 4, 6, 5, 5, 5. Здесь идет 4, 5, 4, 4, 5, да, то есть каждый из volume сел на отдельный IP для того, чтобы обеспечить вот эту балансировку нагрузки, чтобы это все не приходилось на один IP-адрес и ANF не захлебывался. Ну и опять же, все эти параметры не надо теперь высматривать, не надо делать. Система сейчас это все пропишет в ANF в FSTab ручечками автоматом без всяких на то проблем. Мы подождем, что у нас там идет, не идет процесс, идет процесс, это надолго, как я уже сказал, это будет продолжаться, эта музыка будет вечной, это минут на 30, поэтому я сделаю паузу, а вам предлагаю заглянуть, ну понятно, что для меня пауза вам сейчас сразу продолжится, можете пока заглянуть внизу в описании к видео всплывающих аннотаций, в конце видео посмотреть соответствующие другие видео и прочее, прочее, прочее. Опять же, да, как вы видите, тут все эти пэкэджи, которые требуются, установки, сервисы и прочее, их настройки, все берется из отдельных файлов внутри фреймворка, который регулярно обновляется Майкрософтом и обеспечивает список и нужных пэкэджей, список нужных сервисов и нужные настройки, да, то есть, те же самые систем ктл, да, то есть, все эти параметры, которые должны быть прописаны в операционной системе, вот сейчас оно это все туда и придавливает, ну и плюс, если надо, какие-то дополнительные плагины, сервисы и прочее тоже будут установлены. Кстати, о плагинах и сервисах, если мы заглянем на, тут один из плагинов я оставил, просто он ничего не делает особо, ну то есть, зато красиво выглядит, если посмотреть на экстеншены, то можно увидеть, что с Yuzi Connect отработал, то есть, Yuzi Connect нужен для того, чтобы включить кастомерскую или Майкрософтовскую лицензию, лицензирование, да, лицензию, вот в данном случае он сейчас отработал, можно посмотреть, что он там написал нам, да, enabled succeeded, все лицензии включились, потому что это включилась Майкрософтовская лицензия для работы, ну и в общем тут по всем полазил сервакам, которые нужны для лицензирования и так далее, если бы там был прописан, помните, я показывал в одном из предыдущих лайсенс мод, bring your own он бы исполнил команду, взяв из библиотеки, девопсовской библиотеки, креденшалы для активации лицензии, ну в общем, вот это вот один из таких плагинов, я его в принципе оставил для дальнейшей работы, ну и ждем, ждем, когда это все закончится и что из этого получится, как вы видите, валит оно с огромной скоростью, что оно сейчас создает, а вот, создает операционные системы, вон ключи прописывает, ну то есть масса всего, что надо прописывается в системе, да, то есть для работы опять же, и смотрите дальше, а я пока на паузу, и так у нас все получилось, pipeline 5 после старта виртуальной машины деплоера заработал, как и ожидалось, как вы видите, все настройки прошли, все было хорошо, и в общем, это хорошо сделалось нам за сколько, за 18 минут, ввиду небольшой системы, отсутствия экстеншенов, которые там требуется установить еще сверху, так что 20 минут, ну в принципе получается, что примерно за час все развертывание SAP можно сделать как надо, но это еще не все, это еще чуть-чуть осталось, а чуть-чуть осталось, потому что у нас остался pacemaker, его работа, ну можно проверить, да, кстати, как проверять это все дело, проверяется это все дело через консоль, поскольку у меня машина работает, все машины работают с локальными айпишниками и только деплоер работает с публичным айпишником, чтобы забраться внутрь и так далее, то соответственно мы можем залогиниться в машину, где я взял ключ, в киволте, залогиниться в одну из машин, в данном случае это АСЕ, посмотреть лс скази hyphen ай, посмотреть все ли заработало, все ли хорошо, сделать SBD, проверить SDC, давайте посмотрим лист s SBD ага, о, сори, ну да, ну да, судо съем, это я уже тороплюсь, это я уже гоню, давайте посмотрим, никакие, ничего еще нет, а сам SBD девайс готов, естественно, слушайте, кластера же нет, SBD девайс готов, сконфигурирован, хедер на месте, все на месте, все, мы готовы к развертыванию кластера, в принципе, сейчас осталось только развернуть кластер, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, единственное, что мы до него не добились, хотя мы можем опять же один IP-адрес повесить на одной из машин публичной и для того, чтобы посмотреть, и так, pacemaker кластер, отключаем, погнали, pacemaker кластер отдельный процесс, занимает около 12-20 минут, в зависимости от погоды на солнце, в зависимости от того, как быстро прореагирует каждая из систем на добавление в кластер, то есть иногда бывают накладки один, второй, третий раз запускаешь или просто можно залогиниться в машину и дернуть кластер, но в принципе задача стояла автоматизировать и процесс пишется еще, ну в смысле, он автоматизирован более, скажем так, deep dive проверку кластера, что с ним не так, логистика и изменение настроек, мы над этим еще работаем, здесь это все пойдет быстро, а дальше пойдет pacemaker кластер, который создаст киволт необходимый опять же паспорт для ха кластер юзера, добавит всех, кого надо, куда надо и так далее, это все сейчас выполнится, в принципе тут должно проходить это все в быстром режиме, ну, ну, давай, 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 параметров все их pacemaker там где ты pacemaker надеюсь никаких перетрубаться не будет в пятницу еще работал сегодня воскресенье вместо того чтобы отдыхать пишу видео вот он погнал различные конфигурации вот он validation не прошли ну смысле кластер не готов надо работать и дальше он пошел создавать все необходимые ключи записал для ячей юзером вот он подхватил sbd девайс и что у нас было он создает db кластер это будет gpd hdb gpd да это был кто первая машинка была значит сейчас он должен добавлять а это он как раз только показывает что он будет делать а вот он добавил стоп там было db тут а если а это дебах ладно надо будет напомнить пацанам чтобы поменяли а то как-то не серьезно здесь деби там hd а это наверное он когда роль а с е или хана выбирает он выбрал из и роли общее то общая команда показывается потом она модифицируется в зависимости от потребностей и вот вы видите что выполнился с инициализация кластера создание кластера перезапускаются сервисы на первой ноде перезапуститься сервисы сейчас на второй ноде мы кстати на первой ноде серым класс тер стейтус ждем вот они как раз сейчас и перезапускаются можно их конечно ручками дергнуть серым кластер вторая нода сейчас мы отсюда выйдем еще разок вторая нода у нас 7 и пиш ник серым кластер статус серым сидя арх серы а пока еще не поднялся будем ждать как вы видите вот он ретрает чтобы заработать и здесь у него будет ретрая между ретраями там по моему 30 секунд или даже 60 секунд потому что из бедиста лиц он стартует почти три минуты по умолчанию подождем посмотрим как это будет работать ну а я пока поставлю на паузу и так как вы видите пейс мейкер закончил свою работу нормально можно посмотреть что у нас получилось давайте глянем серым статус шоу а как вы видите но до 1 и но до 2 работают нормально там требуется поднять стонис девайс который на базе базе с беди он поднятый там требуется сконфигурировать ажуры вент для того чтобы мониторить что происходит именно с нодами в ажуре вот они подняты и она работает и в принципе принципе да мы можем сейчас заглянуть в эту виртуальную машину хотя давайте а с е 1 давайте добавим ей айпиш не чек networking айпиш ник айпи адрес с а где у нас паблик айпи вот у нас паблик айпи давайте его отредактируем associate create new нету не ассоциированных айпиш ников поэтому придется создавать новый create new скажем а с е тест пусть будет динамический базовый whatever нам по большому счету все равно мы его потом дезассоциируем готова сохраняем зачем я это делаю потому что есть порт вместе с окей она уже подняла там же гитвы и точно create new а с е тест стандартный 001 ну потом удалим все семён семёныч а мне бы записаться ну шо за люди создают потом не хотят записывать как же быть бросить на все давайте забьем на все перейдем кей нету публичных конфигурации давайте посмотрим в виртуальных машинах нет нам нужны паблик айпи паблик айпи не префиксы а адресы ага это он создал а мы чего переделать уже не можем пропорциях с базового на этот самый придется кельнуть только кельнуть и это все наши длит длит ресурс группа давай туда же где и система зоны но у зоны west europe все нормально нормально раутинг preferences интернет мне бы в интернет или microsoft раутинг но вообще по хорошему чтобы добраться хотя все равно в восточной европе а у восточной west europe в западной европе поэтому доберется как сможет чё-то но неправильно показывает оно должно ресурс деплоит саксесфули где что ты за деплоил в упор не вижу не но вы посмотрите на это microsoft public айпи в секунды гул гул ту ресурс вот так вот она называется это шо я такое создал ща когда это она успела создать нету и такого даже даже если это создала microsoft паблик айпи не вижу а о о теперь вижу теперь вижу и берем а из ее машину зачем мы берем эту а из ее машины для того чтобы вы могли увидеть кластер собственно говоря это единственная зачем мы сюда лезем да как вы видите здесь две паблика и пикантилов айпи адрес конфигурации вот это назначить это сохранить 20 пизик 157 надеюсь она уже там поднялась отлично проверяем это будет https и 7630 гал смотрим что из этого получится надеюсь что что то получится должно получиться должно ответить это работает а это пока нет ага а что не так должен же уже запуститься или он привязался только к первому интерфейсу а если к первому интерфейсу то тогда печалька единственный способ проверить отвечает оно или нет это взять вообще работает оно или нет это взять и подключиться еще одним тулой внутрь деплоера telnet есть там telnet у нас есть telnet отлично telnet 10 0 13 5 76 30 это же этот айпи 10 0 13 5 76 30 не отвечает бэд реквест гет гет что-то на порту висит но она пустое то есть неужели сервис еще не поднялся ну-ка давайте серым арт они все работает все хорошо сервисы есть то есть по идее она уже должно начать и работать то где же мой может это нет все таки https он еще ругается каждый раз на неправильный сертификат и все такое давайте на http конечно попробуем еще ломануться но результат тот же как вы видите не тот не другой не отзывается где мой хоу где мой где мой нет фокус не удался и это странно хотя потому что кластер работа это вместе с ним поднимается пейсмейкер хок консоль как которая позволяет нам смотреть что где и как работает ну опять же а слушайте а он же за с бедишкой он может быть поэтому так неохотно отзывается а интересно что у нас если с с лот балансер а а лот балансер тоже не работает потому что сервиса на 6200 ноль еще никакого нет ну нужно до конфигурировать кластер чем занимается уже процесс установки с айпи ну вот и попробовали а с внутреннего айпи адреса все прекрасно работало раньше ладненько тогда на этой хорошей ноте может курлом его давайте курлом курлом курл localhost 7630 тоже тишина алена где мой сервис да никто там не отвечает на 7630 и это печальненько можно конечно для пробы перегрузить чтобы убежал убедиться что это работает давайте ну заодно посмотрим как себя ведет второй где ты вот он вторая нода ой седьмая а что у нее у нас вот тут вот интересно в в гет около хост 76 30 а а а а здесь работает обратите внимание эта штука на другом айпишники работает и это и это и это интересно а если я сейчас еще сюда навешу айп портик что будет с этим делом давайте еще один паблик айп мы сх т cono которую сделаем а может быть у нас там навешивается какие то а надо проверить кстати а что то то я туплю а проверить порты хотя с другой стороны на внешний мир то ладно, а на внутренний должно было отвечать зеро пока создается айпишничек давайте заглянем на виртуалочки и посмотрим на ас е два что у нас там в сетке и что у нас там с сеткой на входящие и исходящие запросы поскольку там же все-таки еще и нетворк секьюрити группы ага, никаких не назначено нетворк секьюрити групп на интерфейс, но они же назначены на этот, сейчас разберемся так, здесь у нас публичный айпишник есть и он должен уже работать здесь у нас публичного айпишника еще нет да, на сабнет надо было бы посмотреть и сюда мы прикрутим наш дополнительный второй айпишник рефреш может заработает нет ушел в незнанку или не с ознанку тринадцатый тринадцатый 7630 тоже не отвечает значит такие где-то еще NSG на радостях блокирует нам да нету NSG inbound rule outbound rule мы куда подключены к DB subnet subnet db subnet а нет а нет никаких NSG но в упор не едет в упор не едет все-таки из-за NAT то есть надо обратный NAT прописывать нет не буду я это делать сервис здесь отвечает и работает давайте ноут чек сертификейт добавим и он должен показать нам а forbidden вот говорит теперь аутентифицируйтесь аутентифицироваться не получается потому что там формочка и так далее но по крайней мере это работает а если мы возьмем на второй машинке вернее на первой и попробуем о теперь и здесь работает сертификат есть то есть сервис отвечает но блин добраться до этого сервиса получится только если мы сейчас откроем VPN или же настроим NAT для работы но в любом случае таким вот образом CRM статус шоу мы можем увидеть что оба хоста в онлайне SBD сейчас работает на второй машинке SBD кстати SBD DEV SDI лист list ООО это как ты чего SDI же у нас был lsi скази а ссори из dc смешно получилось о clear clear все хорошо то есть в принципе кластер собрался шероховатости спейс мейкером извиняюсь не протестировал раньше кстати надо подумать как его бы открыть было бы правильно обратным на там наверное этими займемся а так в целом все работает то есть все о чем мы говорили все операции были выполнены сконфигурированы и настроены при помощи вот той самой 5 пайплайна 5 до sap deployment automation фреймворк позволяющий нам легко и просто развертывать виртуальные машины вся инфраструктура готова каждая из машин получила все что нужно юзеры маунты а кстати да как вы видите здесь мы видим первые маунты как требовалось здесь он sap и тому подобное смонтировалась хранилище софт дампа для того чтобы работать если посмотрим на второй машине то здесь все смонтировалась со вторым номером все sap mnt и тому подобное вот вы видите их они все на месте и работают как надо так что можно сказать все получилось на высшем уровне на лучшем уровне как и ожидалось для работы соответствующей системы ну и на этом я уже буду заканчивать большая получилась скажем так серия из трех фильмиков под это вообще 50 минут но это если бы я не бодался а спейс мейкером было бы быстрее большое спасибо за внимание большое спасибо что зашли на сайт не забывайте писать вопросы если тема автоматического развертывания sap через sap deployment automation framework вам интересно пишите комментарии будем разговаривать пишите вопросы может быть организуем какой-нибудь отдельный семинарчик онлайновый по ответу на вопросы и тому подобное и меня напомню всегда можно найти по соответствующим контактам не забывайте подписаться на youtube канал не забывайте заглянуть на linkedin я туда сбрасываю все что нужно технического и тому подобное еще есть веб-сайт на этом еще практически последнее время не пишу одно все равно может быть интересно посмотреть старенького и вот на этой вот уже позитивной ноте всего хорошего с вами был я игорь шестидка ставьте лайки чтобы поднять видео до чтобы другие увидели это интересную тему и всем удачи счастливо пока увидимся